Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас еще одно знакомство с одним из моих персонажей, который уже даже имеет лайф. Знакомьтесь, я рада вам представить персонаж Кассандра Файршилд. Я только что поняла, что это единственный мой персонаж, у которого нет никакой своей истории. Но давайте все-таки расскажу, как этот персонаж появился на свет. Если кто-то помнит, была акция «Пригласи друга», но не самая старая, а вот последняя, когда можно было получить какую-то серебристую сову, но для этого нужно было пригласить друга в игру. Так вот, благодаря этой акции этот персонаж и появился, докачался до определенного уровня, и я получила на основу желаемую мною питомца сову. Ну а персонаж мне очень сильно понравился, у меня в голове сразу появился некий образ, по которому этот персонаж должен соответствовать. У него абсолютно нет предыстории, кстати, надо будет ее придумать. То есть это первый у меня персонаж мистический, такой без истории, но с некой особенностью. Она обожает заниматься кроссом, занимается только с английскими чистокровными лошадями. Пока что у нее в конюшне находится гнидая, и вот такая темненькая английская чистокровная. И также у нее куплены две лошадки с неоткрытых дверей, которые еще не прокачены, но в процессе прокачки они находятся. Также я планирую скупить ей в будущем абсолютно всех англичан третьего поколения. И когда начнут убирать первых поколений, я обязательно ей куплю одну, наверное, модельку, тоже английской чистокровной. Ну и в будущем, если будут убирать вторых поколений, я тоже куплю ей одну лошадь второго поколения. Чисто чтобы вот была память, что она вот такая заводчица, наверное, английской чистокровной лошадей, такой породы. А теперь давайте посмотрим, какие же лошади находятся у нее в конюшне сейчас. Их всего шесть. Первая лошадь это бесплатная лошадь дня рождения, которая давалась всем бесплатно. Далее идут четыре, уже четыре английских чистокровных лошадок. И одна началка, которая в принципе очень похожа на одну из моих английских чистокровных. Сейчас, как вы видите, я занимаюсь прокачкой серого в гречку лошадки, а так как все остальные прокаченные, кроме вот пегой и лошади дня рождения, ее прокачивать не собираюсь. Разумеется, первые двое были самыми главными в сердечке данного персонажа, а благородный алмаз и вот пегая кобылка, они уже такие, уже первый шагик на пути к заводчику, наверное, большого количества лошадок. Теперь давайте посмотрим, что же у нее есть в шкафу. У нее уже присутствует очень много верхней одежды, также шапок, перчаток и даже раскиднуты на несколько страниц, в том числе и брюк. Ну а дальше все просто, кроме одного шлемака и несколько масок, которые тоже давались где-то как-то по кодам бесплатно. Амуниции немного, всего лишь первая страница и то не до конца. Как видите, из редкого только амуниция дня рождения и, по сути, два зимних комплекта. Больше ничего из редкого в амуничнике у нее нету. Дальше посмотрим у нас питомца. Всего лишь одна верхняя полосочка. Это по заданию, потом еще козлик, шары, кролики, цветочки, календарь. И я не помню, откуда взялся этот песик, но, по-моему, тоже он бесплатный был. Дальше вещи. Их тоже особо немного. Это всякие предметы, цветочки, вкусняшки с дня рождения, салютики. Ну и тоже всякие там обменные материалы. В рюкзаке у нее всегда несколько разных уздечек на разных лошадей, две пары нагавок почему-то, седло и вольтар. Ну и, конечно же, нулевая подковка. Так что, пожалуй, это все. Очень жаль, конечно, что я только сейчас осознала, что у этого персонажа нету никакой своей истории. Но, кстати, надо будет об этом подумать. Или же она придет, эта история сама, когда нам обновят персонажей. И я буду ее детально переделать. Может быть, именно тогда я и определюсь, кто, откуда она и зачем приехала вообще на Юрик. Потому что я уверена, что она не отсюда. Она не чистокровный юринский житель, а тоже приезжий. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам этот персонажик. И, кстати, если вы помните, то, по идее, этот персонаж является последним в списке моих персонажей. Но спустя время, после Кассандры вышло, у меня, точнее, еще накопилось несколько персонажей. Будем знакомиться чуть попозже. А я с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мои аккаунты. Не забудьте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам. И до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»